Встреча с победой революции Писать картину в таком хаосе, в котором мы живем, невозможно. Владимир Маковский Сейчас положительно не до искусства. Александр Бенуа Я не имею ясного взгляда на происходящее. Нужен ли художник демократии? Александр Блок Печальный шут, благородный страдалец, проще говоря, пьеро. Сценический образ, выбранный Александром Вертинским, публику приводил восторг. Видимо, многие узнавали себя в этом персонаже. Тексты песен звезды эстрады тоже были как на подбор. Дни бегут, листья падают, а возлюбленная уходит то ли к португальцу, то ли к малайцу. А если не уходит, то все равно счастья нет и не предвидится. Эй, моя девочка, эй, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые. Счастья нам не дано. На экранах кинотеатров тоски и страданий тоже было предостаточно. Так в 1917-м на экраны вышел фильм «За счастьем». Название вполне себе бодрое, а вот содержание не очень. Дмитрий Гжацкий любит вдову Зою Веренскую. Она его тоже любит, но замуж не хочет. Боится расстроить дочь с китайским именем Ли. Ситуация осложняется тем, что Ли тоже любит Гжацкого. А некий молодой человек, в свою очередь, без ума от Ли. Благородная мать решает пожертвовать своим счастьем ради дочери. Но Гжацкий отвергает эту спасительную инициативу. В итоге несчастная девушка слепнет от горя. В 1917-м русский балет по-прежнему шел впереди планеты всей. Правда, некоторые звезды уже оказались за границей и в Россию возвращаться не спешили. Так Вацлав Нижинский обосновался в Швейцарии, а Анна Павлова в Англии. Зато в 1917-м году в Мариинском театре блистала Ольга Списивцева. 9 апреля в Киеве местные националисты снесли памятник Столыпину. Монумент простоял на Майдане Незалежности в то время Думской площади. Всего 4 года. Его художественная ценность революционеров не волновала. Зато сильно взволновались художники. Что если и с их произведениями поступят так же? Ответ на этот вопрос они получат уже совсем скоро. Андрей Валикжанин, Наталком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok